всем привет с вами тет и сегодня у нас протосы протосы тиль против зерга уникальная тактика просто с которой вы сможете сидеть и играть с одним apm вот буквально один apm вам нужно чтобы это играть ребята очень очень крутая тактика начинается все как всегда начинается с пеночки конечно конечно же стеночка то есть дальше все все вы знаете эту стеночку там гейт газ идем на разведку понимаем что всех не играет 12 пул и идем домой как понять что зерк не играет 12 пул когда вы доезжаете у хаты должно быть вот у хэтчери да где-то 450 500 жизней значит все нормально если вы приехали хаты нету значит беда это 12 пул скорее всего стоит подняться и проверить собаки бегут в вашу сторону защищайтесь стройте зелков вот а если все окей ставите nexus ставить кивернетку кстати второй газ и пилон конечно же и готовить и готовить и свою тактику свою гениальную стратегию если быть точнее стратегию тэда которую вы вот сейчас увидите у меня на канале начинаем мы со сталкера таким образом мы никуда не пойдем разведывать потому что не надо мы протас у нас так все легко у нас все без проблем должно быть играем за протаса мы не должны контролить вышли за этот платите за интернет чтобы контролить за протаса да хотите сидеть и ничего не делать и побеждать и этот стиль собственно для вас stalker выходит достраивается батарейка батарейка обязательно обязательно батарейка потому что иначе вас будут пробивать а если вы хотите ничего не делать то батарейка спасет вам жизни все будет окей затем сентрян сентрян тоже спасет и зачем мы строим сентрю зачем мы стоим часового вы узнаете буквально через минуту надо было сказать что внимание спойлеры ну да ладно спойлеры и так у нас есть на экране мы все-таки держим продакшн давайте закроем так будет интересней видим первую по партию лингов которые сразу убегают здесь можно было спуститься сталкером и добить этого линга чтобы выиграть выиграть все преимущества но но зачем ребята зачем нам это делать нам вот а сейчас вам покажу грязней шую тактику зерга еще небольшую которая сейчас будет вот смотрите 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 зерк пишет если у нас лаги мы конечно же пишем да да то есть он пытается нас как-то отвлечь пишет сервера гейн зачем зачем нам могут писать ребята если вам что-то пишут если вам что-то пишут в игре starcraft 2 знаете вас собираются чистить понимаете да понимаете кто здесь готовится что здесь готовится просто это все попытка диалога попытка диалога на которую мы не спровоцировались мы убили оверлорда и идем идем дальше за защищаться что мы делаем сзади посмотрите вас здесь пилоны запасные обязательно просто то что у нас сопо уже близки нас полная экономика на второй базе вот на четвертой минуте уже в 4 10 практически полная у нас 2 грелка достраивается и мы идем занимать третью базу вот это наш план понимаете занять третью базу как можно раньше то есть уже в 4 10 уже можно ее занимать но в этой игре мы ее занимаем чуть позже вот сейчас к разберем пробочку и идем идем занимать а теперь посмотрите посмотрите сюда мы тут объем оверлорда все нормально а что здесь ребята а здесь вот эти парни посмотрите на них они уже идут взрывать сталкера сколько раз вы попадали в эту ситуацию вас здесь все взрывалась я думаю не счесть просто а сколько раз такое происходило но не в этот раз вот когда здесь 1 до он взрывается за пару бейлингов посмотрите посмотрите сколько пм надо тратить когда вот здесь stalker вы видите я почти ничего не делаю а stalker не потерял даже жизни потому что батарейка батарейка и stalker отлично живут от бейлингов то есть вообще без проблем вы все отбиваете две грелки конечно же помогут отбить слингов и супер батарейкой долечиваем здания потому что он их под пробивал и дальше у нас все окей то есть теперь значит теперь можно занять вторую третью базу вот в любом случае то есть не откладывайте дело как говорится на потом уже в момент как только вы поставили третью что должно было быть секунд двадцать назад если меня не бы бастили ран вы ставите stargate и литбекан но если вам не дали поставить stargate и точнее если вам не дали поставить третью вы все равно ставите stargate и флитбекан почему у нас две полные базы у нас куча рабочих у нас идет добыча почему бы нам теперь не начать делать еще и строение которые делают юнитов таким образом достраивается флитбекан достраивается stargate и вы можете уже на пятой минуте начинать делать батонов смотрите как быстро пятая минута уже два батона идут в производство то есть две грелочки два батончика все это начинаем строить начинаем строить третью газы обязательно делаем апгрейды мы играем воздух да то есть обычная динамика протас против зерка мы такие сидим ничего не делаем но выходим там каких-то сталкеров адептов чтобы сразу защищаться потом мы выходим там в имморталов колоссов штормов чтобы пережить следующую часть игры потом если мы там дожили мы уже не спеша переходим в грелок это как правильно играется а здесь мы ставим просто форжу и начинаем наполнять нашу третью базу посмотрите третья база у нас наполняется до наполнилась уже к 7 минуте все готово потом и делаются и посмотрите первые две грелки они защищают нам вход на вторую базу да они сильные и защищают здесь под батарейкой двумя фотонками у нас два батона защищают а следующие два батона идут сюда и вы ставите четвертую четвертую базу ребята и газы на седьмой минуте в итоге у вас на каждой базе по 2 батона у вас будут батарейки фотонки обязательно на каждой базе да то есть вот эту базу только поставили сразу батарейки сразу фотонки побольше батарейки фотонок что вас нету гейтов вам некуда тратить ресурсы и вы продолжаете строить батонов вот такая вот тема да тут батоны строится 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 делается апгрейд плюс два на атаку воздуха я еще поставил вторую кибернетку сделал плюс один на броню делающих форжу дней я сделал получается на щиты то есть все апгрейды на воздушных юнитов самые крутые и четыре строки это то есть как только у вас четвертая база становится ставите сразу 4 stargate на четвертой базе вам нужны только газы в принципе пробок можете не строить я остановился 75 пробок и построил роба просто чтобы сделать об сервера обязательно не останавливайте производство то есть как можно раньше начинайте вот я уже продолжаю тут остановился ненадолго продолжают делать батона все еще батон и батон и батон и здесь я думаю вот этот момент я вам немножечко промотаю да пока не строится почему да потому что посмотрите у меня здесь apm 140 накликаны а по факту что мы делаем да мы ничего не делаем мы про тос мы сидим под фотонками и имба батарейками понимаете просто ничего не делаем мы сидим строим батончиков и вот 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 когда у нас 150 лимита можно заказать mother core а то есть в этот момент я сейчас должен заказать mother core что вышли эти батоны заказал еще четыре еще четыре батона заказал то есть состав армии просто мы делаем сразу три юнита из гейта чтобы защищаться в начале мы делаем две грелки чтобы занять третью и потом строим только батонов и mother core вот сейчас вот уже когда движемся к 200 лимита заказываем mother core все бусты кидаем mother core если быть точнее в мазер шип да привычка называть mother core исходца осталось вот и делаем грелок на значу то есть на все остальные юниты это у нас грелочки в айдерея вот видим 300 гейтах заказали как бы хватает а в этом не хватает то есть можно по желанию убить сентрю убить сталкера и заказать еще одну сделать тогда вообще полные 120 лимита воздуха вот но в целом это пожелание пожеланию самое главное теперь вы сейчас выходите в атаку вас армия медленная к вам будут идти вас убивать обязательно здесь в защите все в фотонках все в броне вообще и собственно вот она ребята вот она эпическая армия протаса легендарная золотая армада она идет идет кара дерга идет кара дерга видит лингов это реально это легендарная армия просто-напросто уже идет mother core 11 минут 30 секунд ребят 200 лимита золотая армада это непобедимая армия не знаю как ее сможет одолеть зерк и сейчас нас ждет просто легендарное сражение да это сражение будет легендарным смотрите мы видим мы видим мы видим спорки мы видим квины мы видим просто ядру мы все видим все круто но в чем проблема зерга он собирал свой лимит и он сразу не догадался что это будет именно только воздух он сразу для защиты построил бейлингов да а у нас по земле вообще ничего нет у нас два юнита по земле и мы начинаем битву идут вайперы вайпер вытягивает 1 1 нашего батона вытягивает но мы фокусим вайперов и идет легендарное сражение просто легендарнейшее сражение батоны фокусят queen по очереди летят летят вайперы умирают обязательно байлинг клауд кинут все начинает крушиться все ломаться но слишком много интерсепторов и просто просто пропала ядра ее было толпа осталось 0 и это ребята моя победа это победа это была легендарная игра надеюсь вам понравилось обязательно используйте эту тактику своих играх очень весело очень прикольно с вами был тэд пока